Попишись на канал на ютубе, я зажгут с негритянкой на губе. В игре вильяж целых три вида внутригоровой валюты. И первый это платина, и собственно это и есть настоящие бабки, за которые вы можете купить себе чемпиона, и он останется ваш навсегда. Но что же делать, если вы не знаете, подходит вам конкретный чемпион или нет, кого покупать, господи боже мой. И для этого нам ввели второй вид игровой валюты, которая называется фейвор. Получить эту валюту можно уже выполняя различные челленджи в игре, и на эту валюту вы, братва, можете себе арендовать какого-то героя на 24 часа, побегать им, попробовать, посмотреть его обилку, о которых я расскажу вам чуть попозже, и определиться, подходит вам этот чемпион или стоит присмотреться к кому-то другому. Кроме того, на эту валюту вы можете покупать и открывать бэкпэки. Ну и третий вид валюты нужен нам для покупки скинов, называется шарды. Но вернемся к нашим чемпионам. У них появились характеристики. Их всего три, это запас здоровья, запас брони и скорость передвижения, и, как вы видите, они отличаются у всех чемпионов. Этот момент напряг меня очень сильно, так как идет вразрез с принципом «все в равных условиях», который был так важен нам в предыдущих играх серии Quake. Ну и последнее, это, конечно же, обилки, которые уникальны у каждого чемпиона. Это, опять же, идет вразрез, все с тем же самым принципом, потому что раньше ты знаешь карту, у тебя есть скилл, ты выносишь, а теперь вот хрен его знать, что теперь, братва. Теперь надо играть и смотреть, как это все работает. Вот, собственно, магазин, в котором мы можем покупать героев, тратить деньги, которые мы должны ли потратить на своих детей, родных, но нет, мы будем покупать героев. Сейчас мы, естественно, сделать это не можем, так как это бета-версия. И есть лутбоксы, где вы можете как раз открыть эти бэкпэки за игровую валюту или за настоящие бабки, сундуки и кейсы, без которых уже в наше время не обходится ни одна, видимо, игра. И последнее, это меню кастомизации персонажей, где мы можем уже менять скины и за вот этот вот третий вид валют, который называется шарды. Скины, естественно, остаются скинами, они ни на что не влияют, это чисто вот эстетическое удовольствие, если хотите сделать себе какого-то крутого чувака. В бета-версии нам доступно три режима игры, это дуэль, тим, дэтмач и дэтмач. Значит, давайте начнем с дэйли и посмотрим, наконец, на геймплей, который нам предлагает эта игра. Посмотрим, напоминает ли она нам ту кваку, которую мы хотим увидеть. В этом режиме нам доступны уже все чемпионы, но я думаю, что когда игра выйдет в релиз, мы сможем выбирать только тех, кого мы уже приобрели или арендовали. В этом режиме, кстати, щедрые разработчики дают нам право выбрать оружие, с которым мы начнем игру, начнем бой. Это самое простое оружие в игре, это миниган, пила или шотган. Я предпочитаю, конечно, шотган, он помощнее. Ну что ж, давайте теперь я с вами поделюсь своим впечатлением о геймплее. Когда я только начал играть, я пытался юзать различные эти обилки, и что же я понял? Я понял то, что эти обилки на самом деле нихуя не роляют. Роляет здесь все еще скилл и все еще знание карты. Когда я только начал играть, поначалу игрушка не казалась мне какой-то быстрой и сумасшедшей, потому что в дуэли все достаточно спокойно. Ты бегаешь и ищешь врага, пытаешься его убить, и если ты лох, как я, то он тебя убивает, что, собственно, со мной постоянно и случалось. И никакие сраные обилки вам нихрена не помогут, братва. Если у вас нету скилла, и вы не знаете карты, если вы не видите врага и мазила ебаной, как я, то, к сожалению, вам придет конец достаточно скоро. И, если честно, меня это не расстраивает, несмотря на то, что я нуб. Я этому только радуюсь, потому что хардкорность игр — это то, что нам дает эмоции, братва. Именно тогда ты ценишь победу. По моему мнению, разработчики вели эти обилки для вновь прибывших, так сказать, игроков, которые никогда не играли в Quake, которые не знают, что это такое, и придут и думают, ёпт твою мать, что за мясо здесь, блядь, происходит? Че мне делать? Почему оружие, блядь, перезарядить нельзя? Вот для них ввели такие штуки, с которыми они относительно знакомы. Это характеристики, это обилки, это кейсы. И вот они приходят в игру, и у них хоть что-то знакомое есть. Потому что на самом деле, братва, сам геймплей очень даже олдскульный. Какая-то психологическая помощь очень даже может понадобиться игрокам, которые не знакомы с этой серией. И пусть это будут обилки. А вот характеристики, братва, меня немножко напрягают, так как они влияют на скорость при движении и запас здоровья. А это очень важные показатели в играх серии Quake. Тут остаётся надеяться только на одно, что разработчики всё-таки хорошо поработали над балансом. Второй вариант, что могли бы сделать разработчики, чтобы уложить олдскульных игроков, это ввести классический режим. То есть, чтобы мы могли поиграть во все режимы игры, но в классическом её виде, без характеристик, без обилок. Пусть там будет один какой-нибудь чемпион, тот же самый рейнджер. И вот мы за него будем бегать и всех выносить, как мы делали это раньше, когда были маленькими и тупыми. После того, как меня выебли в дуэли, я переключился на этот матч и решил попробовать свои силы там. Надеюсь, что мои скиллы, которые были не на самом высоком уровне, но хоть какие-то они были, когда мне было 14 лет, они вернутся. И вот здесь, братва, вот здесь, братва, я ощутил уже старую кваку. Совершенно сумасшедший темп игры, тайминги, рокет-джампы, всё осталось, всё здесь, братва. Оружие ощущается достаточно похоже, хотя поначалу оно мне казалось каким-то деревянным, каким-то ненастоящим. Но поиграв немножко, я понял, что это просто олдскульная механика. И эта олдскульная механика всё ещё работает. И она возвращает меня в начало 2000-х, когда я был малолетним пиздюком. Я помню те замечательные деньки, когда мы ходили с братвой в компьютерные клубы, где один час стоил 15 рублей. Все админы всегда получали пизды от гопоты, которым они не давали в долг поиграть пару часов. Мои былые скиллы, которые уже практически заснули, начали потихонечку просыпаться. Хотя, конечно, я там не рулил и не убивал всех подряд. Честно говоря, я никогда не был хорош в дэтматчах. Я помню, мы играли и в Quake, и в Half-Life дэтматч, и я всегда, если честно, там подсасывал немножечко. В отличие от командной игры, у меня всегда всё было относительно хорошо. Но этот момент мы оставим до Team Deadmatch. Возвращаясь к геймплею, Quake Champions, что мне хотелось бы ещё заметить? Ну, во-первых, братва, Rocket Launcher всё ещё рулит. Я не знаю, играли ли вы в Quake 3 Arena, но там было такое негласное правило, что если у тебя есть Rocket Launcher, то ты всегда прав. Если говорить в целом об оружии в Quake Champions, о том, как оно сделано и как оно работает, то, братва, здесь абсолютно всё в порядке. Кроме того, никуда не делся и наш любимый Quake Damage, за которым идёт всегда охота на карте. Если вы всё-таки его получили, и у вас есть ещё какой-нибудь Rocket Launcher, то вы уж точно сможете вынести парочку человек, даже если вы такой же нубяра, как я. Но не забывайте о том, что, конечно же, все захотят у вас его отобрать, поэтому будут вас стараться по-быстренькому убрать. Это всё-таки Quake, братва. В общем и целом, мне очень понравилось играть в Dead Match, хоть я и не был там ни хрена лучшим. Поэтому я перешёл в последний, доступный мне в бета-версии режим игры Team Dead Match, где мы сражались против красных пидоров в команде голубых педиков. Этот режим, если честно, мне нравится больше всего, потому что в него можно очень круто поиграть с моими братушками, что я обязательно буду делать. В Team Dead Match я убедился ещё раз, что на самом деле обилки, братва, обилки ни черта не решают. Во-первых, я не особо умел использовать свою обилку, что ни хрена не мешало мне зарабатывать фраги. Во-вторых, даже если мне попадался какой-то хитрожопый блюдо, который уже научился пользоваться этими обилками и пропалил, как и куда их можно заюзать правильно, ему это далеко не всегда помогало. А если уж такой нуб, как я, смог с этим справиться, то я действительно думаю, что обилки нужны здесь больше, как психологическая помощь людям, которые столкнулись с подобной игрой первый раз. Также я хотел бы остановиться на довольно-таки странном, по моему мнению, нововведении. Это дамаг, который в цифрах вылетает теперь с персонажа, по которому вы и попадаете. Сначала я подумал, нахрена это надо? Это чё, блядь, Бордерленд, что ли, ёбаный? Но потом я понял, что да, конечно же, это снова сделано для новеньких игроков, которые не знают, какое оружие сильнее дамажит, и это им поможет в этом разобраться. Казуальчиной я бы это не назвал, это просто сделано для того, чтобы снизить порог хождения новеньким игрокам, и в этом нет ничего плохого. Кроме того, для себя лично я могу отметить возросший уровень сатисфакции, когда вы попадаете во врага. Насчёт темпа игры хотелось бы также отдельно сказать. Да, он очень близок к Quake 3 Arena, однако, по моему мнению, всё-таки немножечко уступает великой и могучей третий квайпе. Возможно, я ошибаюсь, возможно, мне показалось, однако, если я вспоминаю Quake 3 Arena, мне кажется, он был более сумасшедшим. Но это не отменяет того факта, что Quake Champions всё равно остаётся бешеным по темпу, что не может не радовать после мультиплеера Doom, который мы получили, несмотря на то, что Doom был просто отличный в синглплеере. В мультиплеере он всё-таки был достаточно медленным, а все ждали, что он будет просто ёбнутым, как Quake 3. Но если вы внимательно смотрите за тем, что происходит на экране, а не только слушайте мои рассуждения, то вы видите прекрасно, что я уже вошёл в этот темп, я уже проснулся, скиллы мои тоже уже проснулись, и у меня даже получается надирать задницу этим красным пидорасом. И несмотря на то, что я очень сильно опасался, что характеристики обилки испортят мне геймплей, я всё-таки словил кайф такой же, какой я получал, играя в Quake 3 Arena. А говорит это, братва, о том, что разработчики действительно стараются, они действительно стараются дать нам ту игру, которую мы хотим. Но при этом они помогают новеньким игрокам, освоятся в ней, и, конечно же, вносят в неё что-то новенькое, что-то более современное. Тут я призываю всех не бомбиться по этому поводу, а просто давайте попробуем в неё поиграть, когда она, наконец, выйдет, и определимся, получилось у них всё это совместить или нет. Если будут какие-то проблемы с балансом, я очень надеюсь, что разработчики не забьют на них, а поправят и сделают так, чтобы все были довольны, и новые игроки, и старые игроки, и ваши мамы, и ваши папы, и бабушки с дедушками. Лично я советую вам хотя бы попробовать поиграть в Quake Champions и дать ему шанс. Я обязательно это сделаю, несмотря на все сомнительные на первый взгляд нововведения. А если разработчики поступят как настоящие умные и хорошие люди, и дадут нам возможность играть в классическом режиме, то они будут просто молодцы. Ну и напоследок выскажусь по поводу графики, хоть это не очень-то важно, так как все и так всё равно будут играть на минималках. Графика в игрушке отличная, и оптимизация в игрушке также отличная. И как вы видите, наша команда смогла даже победить в Team Deathmatch, и более того, я занял первое место по фрагам. И о чём же это говорит, братва? Это говорит о том, что старые скиллы просыпаются. Те скиллы, которые были набиты, прокачаны в прокуренных, сраных, компьютерных клубах Москвы, когда я был совсем маленький и глупый. А это означает, что Quake возвращается, братва, и мы с вами можем вернуться в него вместе. К тому же фри-то-плей модель ничему нас не обязывает. Мы просто скачаем игру и попробуем. Если будет классно, мы будем рубиться и убивать. Если будет хреново, мы удаляем игру и забываем. Вот такие вот дела и такие мои впечатления по поводу бета-версии игрушки Quake Champions. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Мародёр 120 Гигабайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и до встречи в следующих видео. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok